Вишня И так как я уже говорил, что дерево – это одно из самых сильных символов, и цветы или плоды, вишенки – это как дети, а ствол – это рост, это семья, корни, основы, ну все такое. И родилось такое уклонение от огня, от сопротивления, ну как-то так. Эскиз появился почти мгновенно, и тут же его разместили в соцсетях. Открикнулись многие, в Корч уже пришло 88 посылок, а самих вишенок больше сотни. Каждая ягодка – это отдельный мастер. Много работ из Белоруссии, ждут кузнецы и работ из Австрии. Список городов огромен. Ульяновск, Еленджик, Новочебоксарск, Якутск, Елец, Стерлитамак, Казань, Череповец, Нижний Тагил. На перечисление всех потребовалось несколько страниц. Самое интересное, вишенники пришли, допустим, из камня, с Алтайского края, по-моему. Потом из Питера пришли две керамические из Пушкина, из города Пушкина. Художники признали. Вот. Такие разные совершенно. Когда дерево все-таки будет законченным? Ну мы ориентируемся, чтобы в июне уже начали его увозить. Обратите внимание на ягоды. Эту прислали из самого Кемерово. От других она отличается необычной ковкой. Вишенка блестит, как драгоценный камень. Сколько боли было вложено кузнецом, чтобы плод его творчества сверкал вот так. В некоторые посылки кузнецы вкладывали трогательные письма. Вот одно из них. Ребята, вы молодцы. Это очень здорово, что есть люди, которые взялись за этот памятник. С благодарностью вам от кузнецов города Набережные Челны. Решать, где будет установлен памятник, будут власти Кемерово. Между тем, сам проект ульяновских кузнецов поддержали Союз Кузнецов России, Минпромторг, НИИФ Торчер Мед и самого города Кемерово, космонат Волынов и, само собой, региональные власти. Здесь, в Ульяновске, к работе над основой памятника присоединилось 12 мастеров. Из самого Корча и из кузнечного двора Феникс. Один из мастеров — Владимир Дмитриев. Кузнечным делом он занимается почти 10 лет, но этот проект для него особенный. Нельзя ее сравнивать именно с фестивальными работами, которые делаются там на праздники, на какие-то вещи, но все равно сам процесс очень интересен. И отзывы многих людей именно, которые откликнулись на вот этот проект Александра Яковлевича, ну, это здорово, это интересно. Расскажите подробнее, как сам процесс изготовления памятника происходит по этапу. Процесс, ну, как всегда, это сначала, первое — это эскиз рабочий, потом примерно вырисовывается это все в размер, распределяется между кузнецами процесса работы, кто чем будет заниматься, кто за что отвечает, и начинается именно сам процесс. Над памятником кузнецы работают на добровольных началах. Это, кстати, подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Симбирск, потом город Ульяновск, это всегда была одна из столиц, один из центров такого вот добровольчества, меценатства, благотворительности, доброты. И мы с гордостью всегда говорили, вспоминаем своих меценатов о том, что они у нас были, но одновременно мы всегда говорили о том, что они у нас есть и еще будут. И вот то, что вот ребята так очень отзывчиво воспринимаются не только вот на эту большую боль, которая пронзила каждого из нас, но и на многие другие очень интересные, добрые инициативы, связанные с тем, чтобы мы не забывали свои национальные ремесла. Это, конечно, вызывает чувство гордости, но особо, в любом случае, особо вот то, что они сейчас на наших с вами глазах с участием, в том числе и детей, которые приходят сюда и ежедневно видят, как они ваяют. Это, конечно, заслуживает огромного удовлетворения и огромной гордости. Он тоже присоединился к работе над одной из вишенок. Пламя делает металл мягким, несколько ударов, и листок ягоды складывается подобно живому. Здесь, в кузнице, огонь означает рождение, а не смерть. Металл остывает и навечно запечатывает в себе человеческое горе, чтобы помнили, глядя на стальные вишенки и вспоминая каждого погибшего, чтобы никогда не допустили подобного впредь. Андрей Творогов, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды. Продолжение следует...